Звонкие, заливистые голоса участников хора и наставления его руководителя. Так вокалисты народного песенно-танцевального коллектива «Слобожаночка» доводят до совершенства концертные номера перед предстоящей поездкой в Германию. В нашем песенном районе хорошо поют в гармонии, в нашем песенном районе девчоночки лучше всех. Творческий путь «Слобожаночки» начался в 1982 году. А в 1995-м коллектив получил звание «Народный». Наталья Мостоваева сглавляет хор на протяжении последних пяти лет. Наиболее у нас запоминающийся наш руководитель Алексей Александрович Демин, заслуженный работник культуры. Раздоправление он мне отдал в связи с чем заболел серьезно и в 2009 году. Я сейчас являюсь хор-местером этого коллектива. Мне хочется поддерживать именно тот уровень его мастерства вокального, сценического, музыкального. И вот в связи с этим мы стали довольно часто выезжать пока в пределах Слободского района и Кировской области. Когда в апреле участники «Слобожаночки» очередной раз подтверждали свое звание, в зале присутствовала член жюри многих вокальных конкурсов районного и областного уровня Наталья Ширяева. Именно она посоветовала коллективу блеснуть культурным наследием большой страны за рубежом и стала организатором предстоящей поездки. Со Слобожаночкой я знакома много-много лет. Так как я уже много лет являюсь председателем жюри разных конкурсов. Наталья Александровна, во-первых, бесконечно увлеченный своим делом человек. И она привносит в жизнь сегодняшнюю творческую этого коллектива новые подходы в репертуаре. Они поют городские романсы. Это нетрадиционный репертуар для русского народного хора. Затем они берут произведения, которые находятся на пограничье между народным репертуаром, репертуаром народного хора и академическим хором. Для того, чтобы петь такие произведения, нужно иметь очень высокий класс коллектива. Не верю, естественно. До сих пор еще такое ощущение, что, ну хоть не Новый год, но такое ощущение, что это подарок такой. И может он в любую минуту этот сюрприз как бы кончится. Но вот работа во всем Слобожанском районе, вот это немножко такая сенсация, что Слобожаночка поедет выступать, защищать честь Кировской области, Вятской земли, отстаивать, пропагандировать русскую народную песню. К сожалению, у нас это не так. Сейчас распространено в Германии, там очень ценят русскую народную песню, коллективы, хоровы. Вокалисты упорно и неустанно трудятся. Гастрольный тур начнется 31 июля и продлится до 11 августа. Галина Березкина, как и ее наставница, пока верит в предстоящую поездку с трудом, хотя на сцене она почти 20 лет. Сначала думала, что я недолго буду ходить, но год похожу, два, ну так вот и все, вроде похожу, и думаю, ладно, сезонка кончается, думаю, не буду ходить. Как начинается сезон, уже вот с октября месяца обычно начинается, пришла, все, я уже не могу ходить. И вот понимаете, вот уже практически 20 лет, и вот как бы, как в омут с головой затянуло. Эти люди не только виртуозно исполняют музыкальные произведения, они обаятельные и артистичные. Каждой яркой индивидуальности воплощения народного духа. Я пою в двух коллективах, в Цыпуково и здесь. И мне очень нравится, потому что разноплановые коллективы, разноплановая программа, у меня время позволяет, и поэтому я когда пришел посмотреть на этот коллектив, так я и остался. Но я продолжаю и буду продолжать до тех пор, покуда все песни не перепою. А перепеть все песни невозможно, а потому мы будем петь. Сначала школу музыкальную закончил, как обыкновенные парни, когда учатся на баяне играть. Ну и в хоккей тоже играл, и на баяне успел учиться. Потом в училище музыкальное поступил, а потом в институт культуры еще закончил. Только работать и играть или для душу бывает дома тоже? Дома у меня даже инструмента нет. Потому что я на трех работах работаю, но играюсь так, что... Первый мой коллектив был в Баку, когда я был молоденьким, красивым солдатиком. Сейчас я немножко другой. Есть интерес к этому творчеству, вот, есть необходимость, потому что душа требует. Если народ поет песни, значит он верит в свое будущее, значит у него есть будущее. Коллектив обогащает свое творчество новыми красками и эмоциональными гранями. Так Слобожаночка будет участвовать в областном конкурсе на гимн Кировской области. Вокалейцы исполнят песню Натальи Ширяевой «Край любимый родной». Игорь Натальи Ширяевой «Край любимый родной»